Чипсы лейс со вкусом бешбармака Конфеты Рахат Курт Еще Курт Курт Аульский И еще одна разновидность Курта Жент А также еще один очень интересный продукт Из очень необычных для меня ингредиентов Сегодня все будем пробовать Все будем дегустировать Поэтому досматривайте видео до самого конца А мы приступаем Салем до стар Недавно мне пришла посылка из Казахстана Где собственно и оказались все те продукты Которые вы видели выше Кто еще не видел распаковку Переходите смотрите Где то вот здесь появится ссылка Так что имеет смысл сперва то видео посмотреть А потом уже это А если вы его видели То как говорится приступаем Как только узнал о существовании лейс бешбармак Сразу же захотел заказать этот продукт У своих друзей из Казахстана Так ну запах уже необычный Такого я не пробовал Вкусно Очень вкусно Конечно же Это в целом привычный вкус лейса И с такими очень необычными нотками и оттенками Ну наверное бешбармака Я до сих пор не попробовал настоящий бешбармак Это конь а или ед осуда Как у вас правильно называется Это конечно же Наверное даже близко Нельзя сравнить с оригиналом Я имею ввиду По вкусовым ощущениям Ну и мне Тяжело об этом говорить Потому что я настоящий бешбармак Еще не пробовал Но Допустим Наверное Где то что то отдаленно напоминает Это наверное проще Вам сказать Кто Всю жизнь Ест Бешбармак Или же ед осу И Кто пробовал уже вот этот лейс Бешбармак Насколько Здесь вкус Соответствует Заявленному названию Бешбармак Жду Вашего мнения в комментариях Ну а мне Вроде бы ничего Чипсы как чипсы Водичку все как положено Так Ну что Давайте Приступать К дегустации Курта Это Уж 100% Настоящий Аульский Курт Настоящий Аутентичный Курт И его нельзя уж Никак спутать Там по ошибке Как-то с магазином Это вот явно Видны следы Рук человека Следы его Трудов Сколько он сил Энергии Любви вкладывал Безусловно Потому что Когда В 2023 году Готовят Курт Сами Руками Безусловно Туда вкладывают Частичку себя Частичку Не побоюсь Этого слова Казахстана И вот я в России Могу вкусить Этот Уникальный Для меня Вкус Я в принципе Курты Не знаю Курты Курта Наверное правильно Сказать Курта До этого Никогда не ел И это вот Мой первый опыт Если честно Как я сказал В предыдущем видео Курту Настоящему Аульскому Я рад Гораздо больше Чем Лейсу Бешбармар И так или иначе Это Маркетинг И плюс Минус Вкус Напоминает Все те Лейсы Которые Есть На наших Прилавках И мы Их Уже Не по разу Все это Пробовали А вот Это Я Пробую В первый Раз И Не сказано Это Мурат Мурат Очень ядреный Забористый Очень кислый Но это Такая Кислинка Которая Не отталкивает Ну Лично Меня Мои домашние Пробовали В том числе И жена Она сказала Это мой первый И последний Опыт В Дегустации И вообще Поеданию Курта Ну Не зашло Мне Зашло И мне даже Тот Магазинный Курт Зашел Если честно Я его И брал на работу Я его весь Просто Я его съел Весь Но Здесь конечно Мне Мне Еще больше Доставляет Удовольствие Помимо Вкусовых Качеств Еще и Осознание Того Что Вот это Настоящий Продукт Аульский Аутентичный Полностью То Как он Должен быть Как он Должен Выглядеть И то Какой Он должен Быть На вкус Знаю Многие Употребляет Его С Алкогольными Напитками Но Ребята Так Как я Уже Наверное Порядка Десяти лет Абсолютно Не употребляю Алкоголь Поэтому Это все Проходит Мимо Меня Я Чисто Так На сухую Что Называется Знаю Что Надо Откусывать И Что Называется Рассасывай Да Во рту И Это Будет Совсем Другой Вкус Другие Ощущения Но В рамках Дегустации На это Нет Времени Дабы Не растягивать Хронометраж Хочется Отметить Что Все Виды Курта Были Превосходны Конфеты Рахат Я пробовал Они понравились Мне Моей Семье Эти Уже Благополучно Поели Это все Что осталось От пакета Я этого Ничего Не пробовал Ну и в принципе Смысла Наверное Нету Пробовать Потому что Точно Такие же Конфеты Были В первой Посылке Жент Является Казахским Национальным Праздничным Блюдом Для меня Это самое Необычное Одно Из самых Необычных Блюд По вкусовым Ощущениям И я его Конечно же Пробую Впервые За что Безграничная Благодарность Вячеславу Юну Который И собрал Мне эту Посылку Так Ну что Давайте Сперва Пробовать В том виде Каком он Есть Без Всяких Там Глазурей Максимально Необычный Вкус Да Чувствуется Сладость Чувствуется Жирность Ну То есть Масло И чувствуется Вот это Пшено Если Ребята Я прочитал Комментарии Где мне Собственно Написали Что это Перемолотое Пшено Или же Тары Что такое Тары Я так понимаю Это Некие Злаковые Да Ну или Зерновые Там Культуры Сразу Чувствуется Какая-то Жирность Во рту Ребят Сколько Сколько Веков Этому Национальному Продукту Этой Национальной Сладости А Чувствуется Что это Такое Прямо Что-то Что называется Из тех Времен Сотни Сотни Лет Назад Наверное Точно Такое Готовили Очень Необычный И непривычный Для моего Вкуса Продукт Я такое Пробую Впервые Такое Сочетание Ингредиентов Как Перемолотый Прос Или Пшено Там Что Вот Ребята Я Ну Пшено Да Вроде Писали В комментариях Которые Я прочитал Собственно Комментарии Поэтому Я И Черпаю Знания Из комментариев Конечно Они не всегда Бывают Точными Но Все же При этом Сахар И Масло Или же Мед Еще Добавляет Тут написано Это прям Что-то Необычное Впервые Такое Пробую Так Ладно Давайте Пробовать Именно С глазурью Глазурь Конечно Добавляет Какой-то Яркости И Современного Звучания Вкуса Вот Что-то Современное Такое Вот Ближе К конфетам Которые Мы Плюс Минус Кушаем В повседневе Но Вот Этот Джендарь Который Без Какой-либо Глазури Здесь Конечно Да Максимально Такой Вкус Который Ни с чем Наверное Не сравнишь И Не спутаешь Я Даже Не могу Сказать Что я Наподобие Наверное Ничего Это Вот Мое Первое Мой Первый Опыт В дегустации Именно Джендарь Это Конечно Необычно Ребят Так Здесь Вот Еще Какой-то Есть Вариант Тут Даже По-моему Есть Орешек И Это Что-то Другое Ребят Это По-моему Это Не Женд Потому Что Здесь По-крайней Мере Консистенция Абсолютно Другая Это Это Не Щербет Или Рахат Или Щербет Вот Что-то Типа Ребята Уносите меня Просто Все Заканчиваю Видео Бегу Ставить Чайник Вот Это Да Ребята Конечно Конфеты Рахат Это Все-таки Фабричное Производство А Здесь Более Такой Национальный Национальный И Не знаю Кстати Ручной Продукт А может Это Тоже На Каком-то Производстве Делают Но Вот Это Конфета Мне Понравилось Гораздо Больше Чем Конфета Рахат И Наверное На Третьем Месте Я Все-таки Поставлю Жент Потому Что Это Вот Наверное В те Случаи Когда У тебя Нет Абсолютно Никаких Сладостей Это Конечно Ж Очень Сильно Тоже Пойдет Зайдет Что Называется За Сладость Да Тем более Здесь Тоже Есть Какие-то Вкусовые Ощущения Вот Именно Сладости Но Когда Вокруг Столько Изобилия Всяких Конфет И так Далее Современные Начинки То Конечно Вот Этот Джент Он Немножко Наверное В стороне Отходит Но Это По моему Ощущению Я Все Пробую Впервые Но Как Я понимаю Это Продукт Продукт Которому Которому Ни Один Ни Одна Сотня Лет И Раньше Не Было Не Вот Таких Конфет Наверное И Таких Не Было Хотя Может Это Щербет Или Рахат Может Быть Это Все Было И Были Времена Когда Джент Главенствовал На Дастархане В качестве Сладости Ну И Самый Интересный И Необычный Продукт Из Всего Того Что Было В этой Посылке Это Бал Каймак Бал Каймак Да Правильно Произнес Впервые Услышал Об Этом Продукте Вот Так Собственно Он Видит Вот Такая Вот Лепешка И Что Самое Важное И Необычное Что Это Приготовлено Из Верблюжьего Молока Ребята Буду Впервые Пробовать Вообще Как Продукт Который Как-то Хоть Как-то Связан С Верблюдом То есть Я не Ел Ни Верблюжатину Ни Мясо Понятное Дело Ни Молоко Не Пил И Ничего Молокосодержащего От Верблюда Тоже Ничего Не Ел Это Вот Будет Первый Продукт Первая Первый Опыт Что Называется Вот Такая Вот Лепешка Для Ни Нужно Около Десяти Литров Верблюжьего Молока Это Что То С Чем То Так Что Ребят Давайте Пробовать Сейчас Вады Попью Обновим Что Называется Вкусовые Рецепторы Ехала Все В очередной раз Закрываю видео И бегу Ставить чайник Ребята Мне писали В комментариях В прошлом видео Что Я Всю жизнь живу В Казахстане Родилась Здесь Дальше Родился Но Никогда Не пробовал Балкаймака Ребята Делайте Все Что Угодно Но Ближайшее Время Найдите Балкаймака И обязательно Попробуйте Это Ребят Вот Это Вот Со Всем Уважением Со Всем Уважением И Рядом Не Стоит По Яркости Вкуса По Вкусовой Ощущением Вот От Этой Лепешки Ребята Невероятно Яркий Вкус Я Блин Радуюсь Как Десятилетний Ребенок Который Давно Ел Сладости Ему Дали Попробовать Наконец Таки Хоть Какую То Конфетку А тут Блин Не могу Сказать Что Здесь Чувствую Верблюжье Молоко К К К Тому Ж Я Никогда Не Пробовал И Не Пил Поэтому Опять Ж Мне Не С Чем Сравнивать Но Блин Ребят Очень Яркий Насыщенный Резкий В меру Резкий Вкус Сладости Но Не Приттер Ребят Но Не Приттер Специально Не давал Пробовать Как вы Видели Лепешка Была Целая Моим Домашним Типа Уж Это Точно Мне На Дегустацию Я буду Пробовать Впервые Чтобы Была Картинка Чтобы Было Все Целое Но Сейчас Чувствую Эту Лепешку Раздербанят Моментально И Она Будет Съедена Максимум До Завтра Это Что-то Невероятное И Это Сделано Вручную Ребята Это Ручной Продукт Это Не Какое-то Производство Где Ингредиенты Замешиваются Автоматически В машинке И Там Все Выверено Это Человек Вручную Сам Делал Исходя Из Своего Скорее Всего Многолетнего Опыта Ребята Я не могу Остановиться Чаем Все Ребята Ребята Я в раю Я в Гастрономическом Раю Это Самое Вкусное Что я ел За последнее Время Из Сладостей Вот Я не знаю С чем сравнить Я не знаю С чем Это Можно сравнить Очень ярко Очень вкусно Ребята Так Ну что Давайте Подытожим Еще раз Коп Коп Рахмет Вячеславу Юну За столь Необычный Яркий И За столь Необычную Яркую И Разнообразную Посылку Началось С того Что Я заказал Лейсбиш Бармак Но Ребята По вкусовым Ощущениям Это Все Ушло Далеко Далеко На второй А то и На третий План Опять же Со всем Уважением Но Вот с этим Никакой Продукт Современный Маркетинговый Да Не сравнится С этим Не сравнится Ребята Это Что-то С чем-то Ну и Венец Венец Именно Дегустационной Распаковки Именно Этой Посылки Вот Балкаймак Это Ребята Всем Настоятельно Рекомендую Попробуйте Я не знаю Где вы будете Это искать У вас На в Казахстане Наверное Не проблема Если уж Даже я В России Блин Попробовал Это Потом Напишите В комментариях Так ли оно Зашло вам Или нет Это просто Невероятно Так ребята Ну все Пошел я Ставить чайник Все это Уже с чаем Попробую Как говорится Пишите в комментариях Ваше мнение Что вы думаете По поводу Моей реакции По поводу Всего здесь Увиденного И услышанного Напишите Что вы пробовали Из этого Что вы Может быть Не пробовали Как вот Вот эту вот Лепешку Да Я был Очень удивлен А с другой стороны Мне в комментариях Написали Казахстан Очень большой И В разных регионах Есть свои Национальные Что называется Не национальные А местные Местные Такие вот Блюда Которые Распространены Только у них В регионе И поэтому Вполне Можно допустить Что Многие Не пробовали Многие Жители Допустим Севера Не пробовали Того Что Южане Считают Как За Обыденность И так далее Поэтому Всем Настоятельно Рекомендую На этом Все Всем пока Удачи До встречи